Перспектива остаться в начале отопительного сезона без тепла и света никого в новой треугорке не радует. Но даже угроза отключений и удобное время собрания в 8 часов вечера не смогли мобилизовать местных жителей. На зов общественной палаты откликнулось человек 150. Меньше процента от 40-тысячного населения микрорайона. Новая старая треугорка, это я так считаю, знаете, такое плохое наследие СУ-155. Проблемы есть у нас в сфере парковок, детских садов, нехватка мест, нехватка мест школы. Ну то есть здесь вообще ворох, огромные проблемы. Но самое главное, все жители, это самая активная группа жителей всего Одинцовского района. То есть вы реально отстаиваете свои права и отстаиваете правила. Сегодня в новой треугорке работает 6 управляющих компаний. Их общий долг перед поставщиками коммунальных услуг превышает 600 миллионов рублей. Самые внушительные суммы ресурсникам должны фирмы УК «Дельта», УН «Дельта» и тезка микрорайона «Новая треугорка». При этом жители многоквартирных домов в подавляющем большинстве своем квитанции оплачивают исправно. УК «Дельта» на сегодняшний день долг 175 миллионов 210 тысяч. УН «Дельта» 160 миллионов 960 тысяч. УК «Дельта» задолженность в МОС «Энерго» 12 миллионов 560 тысяч. Задолженность в Водоканале 26 миллионов 4 миллиона 140 тысяч. Задолженность в ГЭТ «ГТС» 136 миллиона 51 тысяч. УН «Дельта» задолженность в МОС «Энерго» 22 миллиона 850 тысяч. Водоканал 28 миллионов 760 тысяч. Городские теплосистемы 109 миллионов 350 тысяч. ООО «Новая Трехгорка». Общая задолженность 112 миллионов 680 тысяч. Мостэнергосбит 13 миллионов 450 тысяч. Одинцовский водоканал 2 миллиона 780 тысяч. ИГТС 96 миллионов 450 тысяч. Отключение коммунальных услуг не всегда может быть адресным, хотя это и несправедливо. В микрорайоне есть управляющие компании, не имеющие долгов перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день задолженность только текущая, просрочной задолженности у нас нет по вашему микрорайону. У нас в управлении сейчас на сегодняшний день 5 домов. Мы только приступили, так что задолженности как таковой и быть не может. Уверенность Одинцовской теплосети дополнительно подкреплена тем, что помимо управления домами, она является еще и поставщиком самой главной коммунальной услуги – отопления. Однако котельная в Новой Трехгорке одна, и если ее отключат, без тепла останутся все разом. Неужели нельзя решительно придумать какой-то механизм, чтобы добросовестные платильщики не страдали от этой системы? Я слушаю такие долги здесь по Трехгорке и понимаю, что я каждый год буду сидеть без отопления и без горячей воды. Новой Трехгорке необходима крупная, надежная управляющая компания. С этим было согласно большинство участников собрания – жители, общественники и поставщики коммунальных услуг. И такие компании есть, причем они уже присутствуют в микрорайоне и успешно управляют своими домами. Всем собственникам нужно лишь собраться, прийти к единому мнению и сделать правильный выбор. Но главная беда Трехгорки в том и состоит, что собраться вместе не получается. Мы пытались в подъезде провести и собрание неоднократное, решать какие-то и бытовые вопросы, выбрать старшего. Потому что из подъезда 19 этажей, это 4 квартиры, мы собрали максимум 20 человек. Я лично ходил в серии квартиры, я оставлял в течение двух недель каждый день, приезжаю на входе, объявляю на входе, объявляю на входе. То есть набрать форум в принципе нереально, это абсолютно нереально, невозможно. У нас дома покупают инвесторы, у нас в подъезде 30% квартир стоит без ремонта четвертый год, потому что инвесторы купили квартиры и там никто не живет. Для того, чтобы подготовить и провести в многоквартирном доме законное, полноценное общее собрание собственников жилья для выбора новой управляющей компании, нужно минимум 2-3 месяца. Поэтому у недопросовестных УК всегда велик соблазн организовать фиктивное собрание и избрать естественно себя. Доказывать неправомерность и отменять такие сходки можно затем лишь в судебном порядке, а это долго и непросто. Для собственников квартир наиболее действенный способ противостоять подобным захватам – объединяться и идти под крыло сильных управляющих компаний, желательно с муниципальным участием. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.